Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о книге Альфреда Коржипского «Наука и здравомыслие. Книга 2». Изначально в оригинальном английском издании все три книги «Науки и здравомыслие» по-английски «Science and sanity» выходили в одной обложке. И Коржипский, будучи польским иммигрантом, который получил техническое образование в Польше, эмигрировал в Америку, он написал труд на английском языке. И оригинальное издание в зависимости от года содержит от 950 до 1100 страниц текста на английском языке. На русский язык переведено только две книги из этого толстого фолианта. Из трех. Третья книга посвящена более практическому направлению, то есть как теория не Ньютоновской, не Аристотелевой, не Евклидовой приложений, которые разработал Альфред Коржипский, применяется в математике и физике. На третьей книге, еще раз повторю, нет перевода на русский язык. Но если вы хорошо знаете английский язык, то можно в интернете найти это английское издание и его прочитать. Мы с вами уже обсуждали первую книгу науки и здравомыслия на канале. Ссылка будет по традиции будет в описании. И еще раз проговорим про не Аристотелевое, не Евклидовое, не Ньютоновое концепции, но не с точки зрения Альфреда Коржипского, а именно с точки зрения, как это вижу я, читатель, который прочитал эту книгу. И мне есть с чем сопоставить то, что говорит Альфред Коржипский, потому что долгое время я занимался исследованием как раз не Ньютоновских пищевых сред, занимался реологией пищевых продуктов где-то в течение 15 лет. Исследовал совместно с научным руководителем, потом сам был научным руководителем у магистров, студентов магистратуры. Исследовали течение вязкопластичных пищевых масс, таких как пшеничное тесто, макаронное тесто, пралине, пралиновая конфетная масса, с как чистой массой, так и с добавлением фруктово-ягодных порошков. И мое личное инициативное исследование, это исследование течения масложировых начинок для эксклюзионных подушечек с начинками. В чем разница между подходом Ньютоновским и Ньютоновским? То, что в Ньютоновском подходе у нас есть прямая пропорциональная зависимость между напряжением сдвига и скоростью сдвига. Или, если давайте, между усилием, которое прикладывается для деформации какого-то тела, массы, и перемещением этой массы по направлению действия этой силы. Я буду говорить в терминах ареологии, потому что мне это более понятно и близко. Как сказал кто-то, не помню, один из философов, у меня нет слов, чтобы сказать о тебе. Так и у меня нет слов, чтобы сказать о вас, о тех людях, которые хотели бы освоить Альфреда Коржибского и его труды. Есть слова только обо мне и моем опыте. И не Ньютоновское взаимодействие. Если мы запишем формулу реологическую, известную, Тау напряжение сдвига равно К гамма в степени Н. Это будет реологическое уравнение, которое показывает нам, что взаимодействие не соответствует Ньютоновскому. А если мы захотим записать Ньютоновское взаимодействие, то у нас исчезнет коэффициент Н, степень Н, а вместо К у нас будет либо мю, либо это, то есть та или другая вязкость. То есть Тау равно мю гамма. Ньютоновская формула, прямая пропорциональность между скоростью сдвига и напряжением сдвига. Либо же Тау равно К гамма в степени Н или Тау равно Тау нулевое плюс К гамма в степени Н. Последнее уравнение это будет уравнение Гершеля-Балкли. Труд Альфреда Коржибского появился в 1933 году и прошло как раз почти 20 лет, прежде чем реология выделилась из физики. То есть видимо, что до ученых в западном мире дошла эта информация о том, что есть такие различия между взаимодействиями и что нужно выделить отдельно реологию в отдельную науку от физики, что и произошло в конце 40-х годов. Это краткий такой экскурс в больше в первую часть книги. В этом отзыве я хотел больше внимания уделить структурному дифференциалу. Я помещу картинку, я буду видимо ротировать картинки, у меня их несколько, ротировать картинки, чтобы вам было понятно, о чем мы говорим. И опять же сделаю оговорку о том, что это то, как я увидел этот структурный дифференциал. То есть брать мои объяснения за то, что это именно так, не стоит. Альфред Коржибский говорит, что у нас есть в структурном дифференциале наверху такая парабола, которая не ограничена сверху ничем, она уходит вверх. Это событие на химическом, молекулярном уровне и так далее. То, что мы не можем видеть, ниже находится круг. Это объект, уровень объекта, то, как мы это видим. И Коржибский говорит, что мы на этот объект можем только показывать пальцем. Я сейчас попробую сделать, показывать пальцем. Но как только мы называем этот объект, неважно, что это, стул, книга, телефон, автомобиль, банан, шкаф и так далее, то мы переходим на нижний уровень, на первый уровень абстракции. Мы на уровень названия объекта. Второй уровень, который у нас обозначен вот таким ярлыком прямоугольным на картинке, это, ну, если в общем говорить, то это описание первого уровня абстракции. Следующий ярлык, третий, ниже, это описание описания. Это если мы будем говорить в общих словах. Если мы перейдем к более конкретному, то есть мы возьмем какой-то объект, на который мы указали пальцем, мы назвали его, этот объект, первый ярлык, а второй ярлык у нас будет, это мы добавляем туда, допустим, какие-то дополнительные, дополнительную информацию. Возьмем, я приготовил объект, без названия пока. Ну, понятно, что вы можете сразу назвать, что это такое. Я буду держать его с этой стороны, чтобы нам, не загораживало нам наш объект, не загораживался картинкой. И мы этот объект, помещая на уровень объекта в картинке круглой, вот эта круглая часть, мы можем только показывать на этот объект и говорить это. Или вообще молчать и просто показывать. И когда Коржипский описывает в книге, как мы работаем с объектами, он говорит, что правильная работа с объектами это молчаливое указывание на объект. И он идет еще дальше и говорит, что мы можем указать на объект в том случае, если он существует физически, в физическом мире. А если это какая-то отвлеченная абстракция, любовь, ненависть и так далее. То есть какая-то философия, антология, эпистемология, логика и так далее. То, что мы не можем увидеть в виде объекта. Он говорит, что из-за этого возникает путница в, во-первых, восприятии самым человеком и, во-вторых, передаче этой информации другому человеку или множеству людей. Как только мы указали на объект, если мы начнем говорить о том, что это апельсин, мандарин, мы переходим на уровень первого ярлыка. Квадрат. Квадрат. Но я буду здесь показывать, чтобы было видно и не загораживались мои руки от картинки. Квадрат. Первый прямоугольник. Дальше. Какой мандарин? Спелый мандарин? Вкусный мандарин? Или кислый мандарин? Сладкий мандарин? И так далее. Это мы уже переходим на второй уровень. А третий уровень, это уже будут выводы о, допустим, выводы первого уровня. Абстракция третьего порядка. Что мы можем здесь сказать? Это, что нам нравится мандарины или не нравятся мандарины. Или, если мы, допустим, еще по какую-то другую еду возьмем, нам нравятся бананы или не нравятся бананы. Или от бананов у нас изжога. Или от бананов нам хорошо становится. И так далее. То есть, мы переходим, чем более общее у нас вот это описание, которое мы приводим, тем дальше мы находимся от объекта. Это то, что я увидел в этой книге. В книге Альфреда Коржибского во второй книге «Science and Sanity». Кроме этого, в этой книге он затрагивает такие темы, как механизм времясвязывания. Впервые об этом механизме Альфред Коржибский говорил в своей книге «Зрелость человечества». «Mankind». Не помню, как по-английски называется. Книга вышла в 1922 году. То есть, больше, чем за 10 лет до науки и здравомыслия. И впервые он описал времясвязывания именно в зрелости человечества. В чем заключается эта концепция? В том, что у людей есть возможность взять от предыдущего поколения все наработки, которые... Ну, какие-то наработки, которые сделало предыдущее поколение. И начать не с нуля, а уже с какого-то уровня. Пример, который приводит Коржибский, такой. Допустим, много-много тысяч лет назад, когда человечество только зарождалось, и, допустим, был какой-то человек, пусть мужчина, назовем его отец. И у отца был сын. Отец прожил, допустим, 30 лет. И он сделал какие-то предметы. Допустим, молоток, топор, удочку. Научился за это время выдалбливать из куска дерева лодку. То, соответственно, его сын, который пойдет за ним, ему уже не нужно будет это делать. Он может сделать что-то еще. В дополнение к этому, пользуясь этими вещами, которые оставит ему отец, он к этим вещам может сделать, допустим, лук, рогатку для охоты на животных и так далее. Следующее поколение, то есть, получается, внук, сын сына, он уже возьмет те предметы, которые были у отца и у сына, и добавит к ним еще что-то. Допустим, каменный наконечник привяжет к стреле, чтобы она лучше ранила животного. Или научится с помощью двух жерновов обтачивать, допустим, найдет где-то зерна и посадит их, это будет уже заделать для четвертого поколения. И так далее, и так далее. Соответственно, когда человечество только появлялось, было тяжело накапливать вот эти знания. Будем говорить, что каждое поколение стоит на знаниях предыдущего поколения. И опыте, и тех технических приемов, которые предыдущее поколение оставило следующим. Это есть только у людей. У животных такого нет, по мнению Кожипского. Это еще одна важная тема. Далее. Он переходит, то есть, соответственно, об абстрагировании, о структурном дифференциале. Тему абстрагирования я не до конца понимаю хорошо. Возможно, что вы видели, что я немножко путался, когда объяснял вам структурный дифференциал. Объяснял даже не вам, а самому себе, как я его понял. Дальше. Об осознанности и осознанности абстрагирования. Чтобы пользоваться структурным дифференциалом, нужна осознанность. То, что мы помним о том, как мы им пользуемся. И мы помним о том, что необходимо находиться на каком-то уровне абстракции, чтобы нам проделывать вот эти все манипуляции с структурным дифференциалом. Абстракции высшего порядка, о механизме отождествления и визуализации, о неаристотелевом обучении. Большой пласт книги Коржибский тратит на то, чтобы втолковать читателю, что необходимо вводить вот эти структурные дифференциалы как можно раньше в системе образования. Лучше всего с детского сада. Потому что у детей еще нет плохих привычек. И можно научить детей применять структурный дифференциал в самом раннем детстве, что будет проще, чем переучивать плохие паттерны, плохие шаблоны поведения и реакции, семантические реакции, как он это называет, у взрослых людей. Далее. Отождествление, инфантилизм и беззубие против психического здоровья и заключительные заметки. В заключительных заметках, конечно, с точки зрения 21 века и того прорыва, который совершила наука не только в технике, но и в гуманитарных дисциплинах, эти заключительные заметки смотрятся немного архаично. То есть Харжимский, он, скажем так, если в основном тексте он предлагает вот те инструменты, методики и рекомендует их использовать там-то или там-то, то в заключительных заметках он переходит на какой-то догматизм. То есть он говорит, что он нас пугает тем, что если мы это не применим, то нам человечеству будет плохо. Но смотрится это, конечно, немного арханично, с моей точки зрения. Книга, безусловно, полезная. Это сам из дат. И поэтому здесь нет никаких выходных данных. Но хотя бы, хотя бы в таком виде ее можно купить и прочитать. Потому что, допустим, первую книгу, которая у нас разделена, как я уже выше говорил, книги разделены, а в оригинальном английском издании они все выходят под одной обложкой, она была переведена, первая книга была переведена умельцами из сообщества ВКонтакте по общей семантике и переведена не полностью. То есть там есть достаточно большие пробелы, которые обозначены тремя звездочками и многоточиями. Что это там какой-то материал пропущен. Я надеюсь, что эти люди продолжат перевод, хотя и не быстрый. Потому что это все, как я понимаю, делается в свободное время от основной работы. Но хотя бы за эту работу скажем им спасибо. За то, что они помогают тем людям, которые недостаточно хорошо знают английский язык, узнавать такие интересные и полезные книги. Напишите в комментарии критику в мой адрес по тому, что я вам сейчас изложил. Уверен, что где-то я ошибся. Потому что к предыдущему отзыву на первую книгу науки и здравомыслия были критические комментарии. Это хорошо. На этом я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»